Музыка Этерны Диджитал Платформ представляет. Подкаст лаборатории современного зрителя. Сегодня наш гость – музыковед, музыкальный критик, председатель секции критики и музыкознания Союза композиторов Санкт-Петербурга, главный редактор газеты «Мариинский театр» и шеф-редактор газеты «Санкт-Петербургский музыкальный вестник» Иосиф Генрихович Райскин. Здравствуйте, Иосиф Генрихович! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о вашем личном общении с Альфредом Гарриевичем. И вот я хочу вас спросить о вашем знакомстве с Альфредом Шнитке в 1957 году. Можете рассказать, как это произошло и вообще о вашей жизни тогда? Вам было 22 года. Да, совершенно верно. Это был шестой всемирный фестиваль демократической молодежи и студентов. Летом 1957 года, куда я отправился в Москву в составе ленинградской делегации, как член фестивального комитета ЛЭТИ, Ленинградского электротехнического института имени Ульяна Ругейна. Я был редактором стенной газеты «Искусство всем», заведовал в нем музыкальным отделом. И вот в качестве редактора этой газеты «Искусство всем» я отправился на фестиваль молодежи и студентов. Я провел счастливейшие две недели в Москве. И должен сказать, что сразу же почти перестал посещать все официальные мероприятия, связанные с борьбой за мир, политикой, и погрузился в музыкальные события фестиваля. Они были замечательны. Приехали музыкальные делегации из множества стран, не только из стран народной демократии, но и из других европейских стран. Они знакомили нас с музыкой, которая была в сущности запретной или полузапретной в Советском Союзе. И вот в начале Хрущевской оттепели открылись врата к этой музыке. Чихи привезли Богуслава Мортину, поляки привозили Новую Польскую Молдону, Петерецкого, Лютославского. Швейцарцы привезли Франка Мартена, французы играли Мессиана. В общем, это было совершенно просто пиршеское музыкальное для нас, исцесковавшееся по современной музыке. Один из французских делегатов, как выяснилось потом, Жорж Резников, наследник наших эмигрантов Первой Молны, подарил мне пластинку «Весны священны» из Травинского в исполнении оркестра «Де Пари» под управлением Игоря Маркевича. Это был просто сказочный подарок. Мы впервые с друзьями послушали эту музыку. И вот на концертах фестиваля я впервые услышал музыку многих молодых тогда композиторов московских. Фортепианный квинтет Андрея Волконского, ораторию Нагасаки Альфреда Шнитке. Он был тогда студентом 4-5 курсов. В общем, он пускником в Казневатуре. Квинтет Волконского был встречен благожелательно, а ораторию Шнитке заклевали наши критики, потому что еще сильны были тенденции вот этого социалистического реализма. Любые инновации воспринимались с большим трудом. Но, тем не менее, где-то спустя год или два, в 59-м году эту ораторию, я знаю, уже записали на радио и даже однажды транслировали. Кстати сказать, я читал о том, что Геннадий Николаевич Рождественский и исполнял ее в Японии когда-то. Это, правда, было уже гораздо-гораздо позже, естественно. Да, вы знаете, это сочинение... Ведь вначале Шнитке даже отказывался его писать. Тем более, что текст, предложенный Анатолия Сафронова, поэта типично сталинской выховки, он отвергал совершенно. Но потом все-таки смирился. И так же, как в свое время Шостакович писал свои вторую и третью симфонии на стихи Безыменского и Кирсанова, в конечном счете он согласился и написал первую часть там на стихи Сафронова, а дальше он уже проявил свою волю и написал на стихи японских поэм. В частности, поэтов, которые были свидетелями или современниками ужаса, который произошел на Досаке. И эта оратория поэмов встретила, конечно, в Японии замечательный период. Ну, конечно. А, Иосиф Генрихович, не могли бы вы рассказать немного о встречах с Шнитке в Москве, уже у него дома, когда уже вы были с ним знакомы? Вообще, как так получилось? Поначалу мы познакомились с ним благодаря, во-первых, Аркадию Петрову. Это был замечательный музыковед, работавший на радио. И большой друг, и, по-моему, однокашник, Альфреда Шнитке. Мы встречались сперва в московской консерватории, в общежитии. Первое время во время фестиваля и в следующих приездах. А потом оказались друзьями более близкими. Я бывал дома у Альфреда Шнитке вместе с Аркадием Петровым и моим московским другом Вадимом Крюковым. Мы бывали у него дома на Очкаловском проспекте. Это, по-моему, напротив, недалеко от Курского вокзала. Всякий раз, когда я ездил в экспедиции, а я по окончании Лыдзи занимался много морскими приборами, ездил в экспедиции в Сухоне, и всякий раз по дороге туда, с Курского вокзала я уезжал на юг, мы вечер проводили у Альфреда. Слушали музыку, которую он любил. Это могла быть и «Трехгрошового опера Курта Ваня», и «Агон Стравинского». Это мог быть «Финдемид», это мог быть «Шонберг». Вообще его любимая музыка. Вот, как, кстати, Альвана Берга я впервые услышал в их доме. Куда мы отправлялись вместе с моими друзьями в Сухоме, там на абхазском языке каждая русская существительная добавлялась буква «А». Улица – «А улица», магазин – «А магазин». В связи с этим Шнитке замечательно пошутил. Ну, стало быть, тональная музыка будет у них «А тональ». В дальнейшем у Шнитке это единство тональной и а тональной музыки проявлялось не раз. Кстати, вы говорили о том, что он также любил Гершвина. Он любил Гершвина, он любил Курта Вайли, он вообще относился к джазу, к музыке, так сказать, третьей волны, как сегодня сказали бы. Он относился к музыке, быту, без всякого пренебрежения. Слушайте дальше. Это музыка Этерна Digital Platform. Сейчас я бы хотел перенестись из Москвы в ваш родной Санкт-Петербург и не могли бы вы рассказать о том времени, когда вы стали организатором концерта из музыки Шнитке в Петербурге. Вы тогда работали в отделе пропаганды при Союзе композиторов Ленинградского отделения, насколько я знаю. Расскажите, пожалуйста, об этом. Случилось это уже после того, как я окончил консерваторию. Это было мое второе образование. В 1975 году я окончил консерваторию. Мне было тогда 40 лет. Но я до этого очень много уже работал в качестве музыкального критика, не имея еще диплома. Просто свои отношения с музыкой, которые были де-факто, я оформил, так сказать, де-юре, окончил консерваторию. И стал работать редактором в отделе пропаганды Ленинградского отделения Союза композиторов России. Мы организовывали концерты. Чаще всего это были концерты музыки демократической, песенной. Композиторы выезжали на заводы, в дома отдыха, в санатории, играли свои песни или легкую инструментальную музыку перед широкой аудиторией. Но однажды мне выпало организовать концерт не в киний, где-нибудь, а в нашей академической факурии. Случилось это так. Мне позвонил сын, мой Борис, старший сын. Его уже нет, к сожалению, больше 20 лет. Он учился по классу велончели в училище имени Римского-Корсукова при консерватории. Он сказал, что их оркестр студенческий и солисты хотели бы сыграть концерт из произведений Шмидтки. Было это в 79-м году, в то самое время, когда Шмидтки попали. Потому что его участие в премьере оперы «Пиховая дама» в «Гранд опера» в постановке Юрия Любимова и под управлением Геннадия Рождественского сопровождалось участием Шмидтки совершенно неожиданным. Он должен был написать интерлюди между картинами оперы, клавесинные интерлюди на материале Чайковского, кстати, на фоне которых актер читал «Пиховую даму» Бушкина в переводе «Проспера Меремехт» классический перевод. И вот эти интерлюди, которые вполне так сказать были оправданы тем, что эта музыка «Пиховая дама» не так хорошо знакома французскому читателю, как в России, были признаны кощунством наряду с всякого рода сокращениями, выбрасыванием некоторых поров, переносом действия в игорный дом. Все это было сочтено кощунством. Тут мы должны сказать признаны кем. Речь идет о известном письме Журайтиса, дирижера Большого театра, которое было опубликовано в газете «Правда». И Журайтис тайком, как выяснилось, получил доступ к партитуре и к клавиру, по которому ставилась опера «Парижа». И на основе этого написал такое, я бы сказал, письмо-донос, которое было опубликовано в «Правде». И на основании этого доноса эта постановка была признана кощунственной, и вмешательство политиков привело к тому, что ее сняли из постановки в «Гранда-Бера» она не состоялась. И уже гораздо позже она состоялась в Германии. Уже после перестроечных годов мы с ней познакомились. Это замечательная постановка, которая совершенно неоправданно была признана постигательством на музыку гения русской культуры. И вот в этих условиях училищный оркестр, мальчики, которые хотят сыграть музыку шнитки, это выглядело совершенно неправдоподобно. Я сказал, что это возможно будет только в том случае, если кто-нибудь из крупных музыкантов согласится разделить с вами участие в этом концерте. Я позвонил Альфу, мы так его все называли, друзья, и он прислал партитуру «Реквием». «Реквием» был написан в постановке Шиллеровского «Дон Карлоса» как театральная музыка, но он вполне мог существовать как музыка самостоятельно. Кстати, об этом «Реквиеме» сам Шнитке говорил, что он основан как бы на отходах музыки его фортепианного квинтета, который он посвятил памяти умерших в 1972 году его величолюбивой матери. И вот этот «Реквием», в основу которого он положил те материалы квинтета, которые ему показались вокальными по природе, он их использовал в «Реквиеме». Кстати сказать, известен такой факт, что одна из частей «Реквиема» музыка пришла Шнитке во сне, он сам об этом говорил. Кажется, это была «Санктус», если я не путаю. Именно «Санктус». Он считал его лучшей своей музыкой, и лучшим эпизодом в этом «Реквиеме». Надо сказать о Шнитке, что он, как и многие композиторы большие, считал себя инструментом, на котором играет, ну кто? Высший разум, Вселенная, Господь Бог. Назовите это любым именем. Премьера «Реквиема» в «Дон Карл» состоялась в Таллине сперва, а в Ленинграде он еще не был игран. Я отнес присланную мне партитуру Владиславу Александровичу Чернышенко, и он замечательно быстро разучил это скопелло. Разговор этот состоялся весной, а уже осенью, в ноябре, состоялся концерт, на который возлагали надежду вот эти ребята из училища. В первом отделении, как сказали бы теперь, на разогреве выступили мальчики из училища. Два музыканта сыграли «Кончарто-Гроссо» номер один, а потом еще Виктор Кулешов сыграл сиюиту в старинном стиле для скрипки с фортепиано. За фортепиано был клавесенист Лев Болдарев, замечательный музыкант, работавший в Мариинском театре потом. Он сыграл вместе с Олегом Янчицким и Виктором Кулешовым, двумя этими мальчиками из училища, которые соперничали таким образом с Газинденко и Хрэмером в исполнении «Кончарто-Гроссо», а потом сыграли еще и свит в старинном стиле. Немножко о «Кончарто-Гроссо». Ну, это одно из самых известных и часто исполняемых уже сегодня, как мы знаем, произведений Шнитке. И, конечно, как вы сказали, эталонным, в общем, считается исполнение Гедона Кремера и Татьяны Гринденко. Изначально они премьеру играли с Алиусом Сандески, с Амзапультом, играли с Рождественским, и, в общем, потом записали на компакт-диск. Вот интересная вещь. Сам Шнитке называл этот концерт неоклассицистским. И в связи с этим мне хочется сказать о том, что там ведь используется музыка из кинофильмов. Вот вы уже затронули эту тему, что музыка театральная и музыка кино была тесно связана с его творчеством. Вот можете немного рассказать в связи с концертом об этом? Самое главное, что эта музыка, которую он писал в те годы, когда не имел доступа на симфоническую эстраду, он писал музыку для кино, и в какой-то момент он почувствовал, что в этом есть какое-то двоедушие, двоемирие, нечестность по отношению к музыке. И он вдруг понял, что и то, и другое является частью его музыкального мира. И попытка их совместить, переклавить их, сплавить их воедино была предпринята, вот в частности, и в концерте «Гросс». Вот здесь я хочу, если вы позволите, небольшую цитату привести из самого Шнитке. Вот как раз на тему того, о чем вы сейчас сказали. «Задача моей жизни – это преодоление разрыва между Э. Эрнст – серьезная музыка, и У. Унтерхальтунг – развлекательная музыка, даже если я при этом сломаю себе шею». Это именно так. И в этом смысле Шнитке был последователем своих замечательных предшествий. Это и Чайковский, и Малер, и Шостакович. Чайковский не привлекал музыкой салона, музыкой быта. Что же до Малера, то тот совершенно спокойно включал в музыку своих симфоний музыку улиц. Но надо сказать, что ведь это такая пропасть между музыкой быта и музыкой академической. Она возникла только в XIX веке. Если обратиться к Моцарту, то музыка венских кофеен, музыка улицы звучит у Моцарта в его сочинениях совершенно свободно. Она не отделена. Помните слепого скрипача, которого Сальери изгоняет, когда тот начинает играть в Моцарте? В XIX веке эта пропасть всё время расширялась. И Шнитке вдруг почувствовал, что эта пропасть на самом деле она в сознании музыканта. Его сознание против этого протестовало. Хотя надо сказать, что он иногда говорил о том, что музыка быта, музыка шлягерная, часто у него ассоциировалась с представлением о зле, в то время как музыка высокая, духовная, академическая, представляла добро. Но это не всегда так. И у самого Шнитка. Я думаю, что мы можем сейчас послушать небольшой фрагмент из концерта Гросса номер один. Это будет рондо, самый конец каденции, переход на рондо и то самое знаменитое танго, о котором Шнитке писал. Это любимая танго моей бабушки, которая играет её прабабушка на клавесине. Послушаем фрагмент в исполнении оркестра Кремерата Балтика, запись концерта из Большого зала консерватории солисты Геннон Кремер и Татьяна Гринденко. Татьяна Гринденко 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Иосиф Генрихович, я хочу, чтобы мы немного поговорили о, вернулись к теме соединения совершенно различных каких-то пластов и уровней, что ли, в музыке Шнитке. И вот то, о чем вы говорили в связи с Малером, и Шостаковичем, и Чайковским, в этом плане он также является продолжателем вот этой традиции в симфонизме. Вот первая симфония, наверное, один из самых ярких примеров того, как Шнитке использовал то, что стало называться полистилистикой. Можете немножко рассказать о вашем ощущении тогда и сейчас? Ведь вы были на той знаменитой премьере в Горьком, где исполнял рождественский. Вы знаете, слово полистилистика иногда трактуют не совсем верно, как смену, так сказать, в сочинении приемов в зависимости от требующейся от композитора задачи. Сплошь и рядом, скажем, музыка барокко в качестве контраста обязательно какой-нибудь кляксой из диссонанса сопровождается. И тогда становится ясно, что это не просто стилизация, а это современная музыка, в которой наличествует два разных стиля или три разных стиля. Лишь Шнитке не было нужды сопровождать благозвучную музыку барокко или музыку классики какими-то диссонансами. Он вообще считал всю музыку единым потоком звуковым, который идет из глубин человеческого бытия, из глубин истории. Внутри же самой музыки какого-то определенного сочинения он тоже скорее предпочитал говорить не о костеневшей форме, а о форме процессии, форме, которая строится на глазах, возревает на глазах, на ушах, если так можно выразиться, услушателям. В этом он тоже наследник маляр. Надо сказать, что если требуется какая-нибудь иллюстрация к замечательной формуле, которую впервые вот именно в таком виде сформулировал Асафьев, музыкальная форма как процесс, то лучшей иллюстрации, чем музыка маляра, найти, пожалуй, было бы невозможно. Маляр как архитектор набрасывал контуры будущего здания, партитуру будущей симфонии. А потом как строитель, как инженер или как сегодня говорят подрядчик, которого нанимают, чтобы строить эту симфонию на глазах у публики, дирижировал ею в концертном зале. И удивительное совпадение архитектора и инженера, строителя, подрядчика в одном и том же лице давало совершенно невероятный результат. Маляр мог во время дирижирования своей симфонии отклоняться от того, что написано в партитуре темпово, агогически, в каких-то нюансах, хотя он предписывал в партитуре очень подробно. Ну вот, Маляр в этом смысле был хозяином. И, конечно же, настоящим хозяином своей музыки был и Альфред Шниткин, который строил свою симфонию из музыки самого разного рода. И на глазах у публики форма этой симфонии, если это можно было назвать формой, потому что в ней отсутствовала какая-то заранее предопределенная жесткая конструкция. В этом смысле Шниткин был сторонником не то чтобы алиаторики, то есть абсолютной свободы, которой обладает исполнитель, а он позволял себе в разных условиях, в зависимости от наличивающего состава исполнителя, и менять многое и в своей симфонии. Вот так было в первой симфонии. Там участвовали, кроме симфонического оркестра, саксофонит Горанян со своей группой «Мелодия» и замечательный Георгий Горанян, и замечательный пианист Леонид Чижев. Но когда этих музыкантов, преследующих исполнение их симфонии, не оказывалось, Шнитке в партитуре писал, что, возможно, любые другие участия, вплоть до рок-группы. То есть в этом смысле все-таки алиаторика присутствует в этой симфонии? Конечно. Именно вот в этих джазовых... Это называется контролируемая алиаторика. Абсолютной свободы, конечно, он не предоставлял. Это была бы абсолютная импровизация. Хотя, надо сказать, что внутри каждого квадрата, который он отводил к тем или иным музыкантам, они могли свободно импровизироваться. И в этом тоже была новая форма симфонии. А в самом начале, ведь во вступлении симфонии тоже присутствует момент алиаторики с вот этим разыгрыванием и выбеганием на сцену музыкантов оркестра. Вот как вы видите этот стиль и эту идею вообще в симфонии вот этих так называемых звучащих обоев, да? Можете немножко об этом сказать? Вот все, что касается музыки быта, музыка, которая окружает нас со всех сторон, буквально в смысле слова рвется в уши, куда бы мы ни вошли. В магазин, в торговый центр, сидя в такси, мы слышим музыку из динамиков. Везде звучит музыка. Это то, что Эрик Сати называл звуковыми обоями. Музыка, которая сопровождает нас независимо от нашего желания. Но к этой музыке можно относиться презрительно, можно относиться пренебрежительно, можно ее не замечать в конце концов. Но она составляет необходимую часть нашей новосферы, как сказал Бавернацкий, который ввел этот термин. Это все то, что окружает нас в живом мире. И обойтись без этой музыки мы не можем так же, как и не может природа, обойтись без очень многих низших насекомых, корней и так далее. Все вместе составляет природную целостность. И вот это чувство целостности всей культуры, музыкальной в частности, и низовой, и высокой духовной, оно свойственно настоящим высоким гениям, которые не относятся к музыке для всех, с пренебрежением, полагая, что они пишут музыку для избранного или, во всяком случае, образованного круга читателей и слушателей. Вот Шнитке в этом смысле был человеком, безусловно, близким и Шостаковичу, и Малеру, и Чайковскому, которые писали музыку для всех. И не делили ее на музыку низовую, культуру низовую и культуру высокой. Мы сейчас послушаем фрагмент финала Первой симфонии в исполнении оркестра Министерства культуры СССР дирижера Геннадия Рождественский. И это как раз тот эпизод, где мы услышим вот это наслоение нескольких траурных маршей, такой конгломерат траурных маршей. Одновременно на кладбище оказывается несколько похоронных процессий. Шнитке рассказывал, что он был свидетелем такого случая, когда хоронили кого-то из отца, кого-то из его друзей. Одновременно из-за задержки, из-за грозы похоронные процессии остановились, а потом одновременно начали играть разные траурные марши. Он сказал, что Шнитке говорил, что это выглядело ужасно. Но вместе с тем это была жизнь, это была сама жизнь. И вот он использовал этот эпизод в начале четвертой части «Первый символ». Также мы услышим там несколько цитат, таких как «Сказки Венского леса» Иоганна Штрауса и первый фортепианный концерт Чайковского. И услышим тот фрагмент с джазовой импровизацией, о котором говорили раньше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Сказки Венского леса» «Сказки Венского леса» Шлягера Шнитке называл не только хиты песенные, эстрадные. Шлягер можно обратить все, что угодно. Но тот же первый концерт Чайковского, Пятая симфония Бетховена. Которая тоже цитируется в этой симфонии. На такой степени, что иногда раздавались голоса, что пора бы наложить какую-то табу на временное исполнение этих сочинений, чтобы вернуть им первозданную сочинность. Наверное, это и символизирует цитаты, ведь Пятая симфония тоже цитируется в этой симфонии Шнитке, Пятая симфония Бетховена, я имею в виду. Слушайте дальше. Это музыка Этерна Диджитал Платформ. Мы, наверное, могли бы долго говорить о первой симфонии. Это действительно совершенно уникальное, удивительное сочинение. Но сейчас я бы хотел, чтобы мы немножко отошли в сторону от чистой симфонической музыки Шнитке и поговорили о такой области его творчества, как музыка с солирующим альтом. Я знаю, что ваш сын записал все сочинения. Могли бы вы немного рассказать об этом? И потом мы послушаем фрагмент. Мой сын – альтист. В течение последних 12-15 лет больше дирижон, выступает только как дирижон. Но в свое время он записал всю современную альтовую музыку. Концерты и Ольга Берима, и Софии Хабайдулиной, и Бартаха, и Волтона, и Канчелии. В частности, все сочинения Альфреда Шина. Он записал и альтовый концерт, и монолог для этого камерного оркестра, и сочинения под названием «Концерт для троих». Да, и концерт для троих, который исполнял Александр Тростянский на скрипке «Ваш сын Даниил Райский на альте» и «Александр Ивашкин на виолончели». А, кстати, здесь мы обязательно с вами должны упомянуть книгу «Бесед Александра Ивашкина» с Шнитке. Совершенно потрясающее сокровище. В ней, во-первых, голос самого Альфа слышен, извините. Это беседы разных лет, собранные в один такой сборник, как бы. И не только беседы Ивашкина. Ивашкин собрал беседы интервью, которые он давал раз в интервью. Ну что ж, мы с вами говорили об альтовых сочинениях Шнитке, и поскольку, к сожалению, запись, о которой вы говорите, Даниила Райскина, она сейчас в данный момент недоступна, она еще не выпущена. Мы послушаем фрагмент из монолога для Альта и Камерного оркестра в исполнении Юрия Башмета и оркестра солиста Москвы. Это запись из Башов зала консерватории. Замечательная, кстати, запись. Превословная. Мы послушаем начало. Замечательная, кстати, запись. Замечательная, кстати, запись. КОНЕЦ 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 Монорук иллюстрирует одну из замечательных особенностей в музыке швитки. Вот если вслушаться внимательно в соло альта Ашмету, звучащее на фоне, я бы сказал, просто такого длинтельного органного пункта оркестра, оркестр, даже не сопровождение, а только некий фон для этого монолога, вслушаетесь еще раз в его монолог альтовый, вы почувствуете в нем человеческую речь. Это буквально воспроизведение завета Дагабышского, которое говорилось, помните, в замечательных раз, хочу, чтобы звук прямо выражал слух. То, что казалось в духе передвижничества и пучкизма новым совершенно в музыке, здесь обрело совершенно другой даже, я бы сказал, смысл. Монолог альта воспринимается как человеческая речь, как медитация, как размышление, как молитва. И постепенно градус этого размышления, градус молитвы от спокойного тона переходит в какой-то экстаз, наступает кульминация. Но это все человеческая речь. Постепенно даже, я бы сказал, вот этот самый звук альта постепенно расслаивается на какие-то отдельные голоса и в оркестре, и в звучании самого музыки, и вы слышите человеческую речь, возбужденную, страстную. Кстати сказать, это достаточно позднее сочинение Шнитке, это 89-го года вещь, монолог. А тремя годами ранее, в 86-м году, московский композитор Николай Карндорф написал трио в честь Альфреда Шнитке, трио для скрипки альта и виолончели. Можете немного рассказать об этом сочинении? Оно тоже связано с записью, которую осуществил ваш сын. И она как раз доступна, и мы ее фрагменты обязательно послушаем. Это сочинение в значительной степени, будучи написанное в честь Альфреда Шнитке, если можно сказать, воспроизводит приметы стиля самого Альфреда Шнитке. Начинается первая часть хоралм с такого, я бы сказал, длительного хорового пения. Это может быть и григорианский хоралм, это может быть и русский хоралм, портесный, еще не знаменный распев фанатический, это именно хоралм. Шнитке ведь учился как дилижер-хоровик изначально, и вообще его отношение к вокальной и хоровой музыке – это отдельная тема, у него очень много, и, конечно, самая кульминация – это хоровой концерт. Вот поэтому здесь не случайна, опять же, вот эта хоральная фактура в сочинении, посвященном ему. Надо сказать, что когда он чувствовал, что в инструментальной музыке, я уже об этом говорил, появляются какие-то хоровые элементы, он иногда их отбрасывал и так поступил в фортепианном квинтете и использовал их потом в бреквейне. Но здесь Кармдорф использует именно вот эту хоровую фактуру, так как это делал сам Шнитке, и звучит хоралм, который только постепенно расщепляется на отдельные потом голоса. Эти отдельные голоса потом снова сплетаются в хор. Это первая часть этого трио у Николая Кармдорфа в честь Альфа Ивановича. Послушаем фрагмент. Исполняет Патриция Копочинская «Скрипка», Даниил Райскин «Альт» и Александр Ивашкин «Виолончель». Фрагмент струнного трио Николая Кармдорфа. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Как это случается нередко во всех отраслях и культуры, и науки, одновременно приходит на ум многим музыкантам. Одновременно была открыта 12-тоновая система. И в Шонберге, и в России находились музыканты, которые приходили к сходным результатам. То же касалось и полистилистики. Вообще полистилистику можно сказать, что если полистилистикой именовать использование музыки чужой, использование музыки предыдущих эпох, то этим пользовались композиторы и в классической музыке. Задолго до того, как что-то подобное делал Шнитке, известны опыты Чарльза Айвза в Америке. Но что важно для Шнитке, термин полистилистика им понимался гораздо шире. Он понимал ее как музыкальный поток, ведущий из глубины времен и охватывающий и все эпохи, и все стили. И поэтому для него музыка была чем-то единым. Никакого насилия, никакого желания оказаться, так сказать, ну что ли, всеядным от него не требовалось. Это была его натур. Он воспринимал музыку. И он недаром же сознался, что когда он писал музыку для кино и одновременно писал музыку в стол для симфонических и камерных составов, в этом было какое-то двоемирие, двоедушие, я уже об этом говорил. Но на самом деле оказалось, что это две стороны медали. И очень легко в его творчестве они сочетались абсолютно естественно и органично, как музыка, которая существует, называется, ad hoc. Слушайте дальше. Это музыка Этерна Digital Platform. Конечно же, заканчивать разговор о серьезном композиторе и о серьезной музыке всегда хорошо какой-нибудь легкой пьесой, как это часто делал Геннадий Николаевич Рождественский в конце своих концертов. После тяжелой трагедии принято было играть на театре в XIX веке в Эдевиле. Но главное здесь другое. Вот эта музыка неожиданным образом вскрывает одну из сторон, которая нечасто звучит в музыке шведки. Он говорил о себе, что он всегда ощущает себя, безусловно, русским, родившимся в России, но одновременно влюбленным и в русский язык, и в русскую культуру, и в немецкую музыку. Вот эти две стороны он сочетает, так сказать, с законным браком в своей музыке. Как в свое время, между прочим, замечал Глинка. Соединить законным браком русскую песню с немецкой ученой музыкой, с немецкой футбой. И Шнитке в этом смысле достойный ученик Глинки. Но здесь звучит музыка неожиданно Глезмерская, музыка еврейского оркестра. Откуда в музыке к мертвым душам еврейский оркестр? И тут вскрывается то, что, оказывается, только богатые помещики обладали собственными оркестрами скрипостных, а менее состоятельные усадебные владельцы или городские дома обходились всегда еврейскими оркестрами. И они приглашались на балы, приглашались на похороны, на праздники. И ничего удивительного в этом нет. Еврейский оркестр звучит в Вишневом саде Чехова. Еврейский оркестр звучит в знаменитой постановке Мейерхольда Ревизори, Гокеля. И музыку к Гокеляевскому ревизору написал Михаил Живианович Глейзин. Один из тех, кого Шнитке мог бы считать своим учителем. Потому что он учился у ученика Мисковского, у Голубева, Евгения Голубева, который был учеником Мисковского. А Мисковский, в свою очередь, учился у Римского-Корского, у того же самого Римского-Корского, у которого учился Глейзин. И вот этот еврейский оркестр на балу Городничева, еврейский оркестр в «Мертвых душах» воспринимается совершенно естественно. Еврейский мелос не так часто звучит в музыке Шнитке, но здесь вы его слышите. Ну что ж, Иосиф Генрихович, спасибо вам огромное за очень интересный анализ и рассказ. Я хотел бы, чтобы в финале мы послушали к разговору о кино и театральной музыке Шнитке Польку из «Свиты», из музыки к «Мертвым душам» Гоголя в исполнении оркестра Государственной симфонической капеллы России дирижер Геннадий Рождественский. Спасибо вам большое за встречу и всего доброго. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok